Мытищенцы хорошо помнят, что строительная компания, работающая в 16 микрорайоне, пообещала сдать новую 34-ю школу на 1050 мест, если не к 1 сентября, то к началу второй четверти. Не забыли об этом и руководители соответствующих подразделений муниципалитета. Только инвестор медлит. До сих пор к строителям много вопросов. Пожжнадзор не желает принимать объект до тех пор, пока не будут устранены замечания. В педагоге, недовольной тем, как уложен линолеум, установлено ограждение на лестничных маршах, выполнено благоустройство территории. Что скажет на это представитель строительной компании, интересуются участники строительного дня. По линолеуму будем ремонтировать его. Две-три фирмы уже пришли, предложили варианты, отремонтируют этот линолеум. Дам сейчас список и со сроками написано. А, и последнее ограждение на лестничных маршах, это то, что было, оно смонтировано, но оно сделано некачественно, оно нам не нравится самим. Эти марши, они нормально смонтированы, они крепко установлены, просто они некрасивые, высота поручни. Мы их будем менять в течение месяца. Приблизительно столько же времени потребуется на то, чтобы исполнить предписание пожнадзора и отвезти воду с площадки ГТО, которая находится во дворе школы. Инвестор клянется, что все проблемы решит к середине декабря. Тем временем в помещение уже пора заносить мебель. Заниматься в новой школе готовы почти 500 учеников и 25 педагогов. Давайте в следующую среду туда приедем, с утра прямо, да, и на месте примем решение. Посмотрим, какая динамика, что происходит. По всему в этом случае вопрос о сроках пока остается открытым. Напротив, строительство жилого комплекса вблизи деревни Бородино идет согласно намеченному графику. На этой неделе участники совещания говорили о ремонте улиц Малой Бородинской и Сиреневой, организации централизованного водоснабжения и строительстве водозаборного узла. По вашему поручению, значит, Соколадо-Лэнд переговорили. Они выполнили на 90% закольцовку двух улиц, которые прилегают к микрорайону Малая Бородинская и Сиреневая. На сегодняшний момент осталось завершить 90 метров и к концу текущего месяца можно будет запускать систему водоснабжения. По информации застройщика, есть один нюанс, вызывание планируют вводить в следующем году. И здесь муниципалитет должен соблюсти свои интересы. Напомню, на одном из совещаний Виктор Азаров подчеркнул, что к централизованному водоснабжению необходимо подключить не только новостройки, но и домовладение в деревне Бородино. Срок, который озвучил заместитель главы администрации Александр Береков сегодня, 2019 год, чиновников устроил. Надежда Трифонова, Денис Корнев, информационная программа «День».